Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал! В преддверии весны в моем сердце и душе уже давно тепло и светло. Все чаще мои ручонки стали тянуться каким-то очень ярким, сочным оттенком. Хочется носить помаду, ягодных цветов. Поэтому сегодня пришла мне в голову идея снять для вас макияж весенний. Очень простой, очень легкий, который делается, наверное, буквально за 5-7 минут, но который очень хорошо освежает. Как, наверное, вы уже поняли из названия видео, видео собираться мы будем сегодня вместе с вами. То есть макияж будет проходить параллельно с моей болтовнёй. И давайте начинать! По уже сложившейся традиции на своё лицо я нанесла крем. Это лореальный роскошь питания, лёгкая шёлка. Я не знаю, есть ли смысл вам показывать его вообще в камеру. Мне кажется, вы уже все выучили, все знаете. Базу на лицо своё я наносить не буду. К слову, я вообще уже, наверное, месяца три не наносила базу. Как-то я в какой-то момент поняла, что, в общем-то, стойкость макияжа ничуть не хуже. Без базы к тому же моё лицо чувствует себя несколько легче, когда я её не наношу. В качестве тона я буду носить вот такой вот тональный крем от Rimmel, который lasting finish, держащийся 25 часов на вашем лице. И в качестве инструмента буду использовать спонжик от Real Techniques уже, как вы можете понять, во влажном состоянии. Очень, кстати говоря, мне полюбился тональный крем от Rimmel. Объясню почему. Я, во-первых, привыкла к его текстуре уже. Я уже знаю, как он распространяется по лицу. Я уже знаю, как с ним совладать, так скажем. Потому сейчас у меня с ним проблем абсолютно никаких нет. Тональный крем мне очень понравился. Он стойкий, держится в течение дня достаточно долго, даже если не использовать пудру и какие-то ещё дополнительные средства типа базы. То есть вот это вот средство из бюджетных вариантов у Rimmel мне очень понравилось. Хотя предыдущий крем, их синей крышечкой, мне абсолютно не подошёл. И я, наоборот, его даже ругала больше. Потому что у него не какашное было покрытие. На мне оно абсолютно не держалось. Но я знаю, что очень многим девчонкам он нравился. Но мне, к сожалению, не подошёл. Беру спонжик и похлопывающими движениями просто это всё дело растушёвываю. Кстати говоря, что ещё касается вот этого тонального крема. Мне очень понравилось то, как он работает в, скажем так, несколько экстремальных условиях. Когда, допустим, на улице минус 10, да, минус 15. А вы заходите резко потом в какое-то очень тёплое помещение, где плюс 20. Обычно у меня, ну, практически у всех тональных средств, есть такая беда, что сразу же в Т-зоне у меня появляется жирный блеск. И сам по себе тональный как будто, ну, я не знаю, как это объяснить, в общем, как будто слезает, что ли, с лица. И, скажем так, только вы, получается, пришли там на работу или на учёбу, и у вас уже тон смотрится не так, как вы его нанесли утром. У Риммель такой беды абсолютно нет, что меня, если честно, очень сильно поразило. Казалось бы, он вроде бы, да, действительно матирующий. То есть, ну, по идее, он так и должен работать. Но вот я же говорю, из тональных средств, которые у меня также есть, и которые также матируют, у всех есть эта беда. А Риммель этим не страдает. За это мой огромный плюс. Можно буквально немножко нанести на века, если у вас есть проблемки с очень ярко выраженными венками, сосудиками. У меня такая вот, кстати говоря, проблемка есть. Очень тонкая у меня кожа в районе глазика, поэтому, да, не забываю я это делать. Далее, далее, далее мы использовать будем консилер. Добиваю я тут свой от Seventeen, который в оттенке Ivory. Чуть-чуть его уже, конечно, тут осталось, но добить, конечно же, надо. Наношу, в общем-то, я его, как вы можете понять, под глазки только. Но немножко можно нанести на спинку, на усик. И сюда чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. И опять же, похлопающими движениями, чтобы вытянуть наш носик. Это здесь вот так. В общем-то, всё на этом. Сейчас я нанесу на глазки свою базу от Lumine. Буквально вот столечко беру её, распределяю в пальчиках, разогреваю заодно продукт и наношу на всё веко. Вот такие вот образы. Многие девчонки, кстати говоря, мне писали, что у них есть беда с базами, вот той же самой Lumine, она абсолютно у них не держится. Девчонки, обратите внимание, на какую кожу вы наносите. Если вдруг наносите базу сверху на тональное средство, как это, допустим, сделала я сейчас, то, возможно, у вас, конечно, и могут возникнуть такие проблемы. Попробуйте нанести абсолютно на чистая века, чтобы там ничего не было. И посмотрите, какой будет результат. У меня такие проблемы обычно летом возникают, потому я тональное средство в этот сезон на глазки абсолютно не наношу. Собственно, далее что мы делаем? Я беру вот такую вот кисточку. Это у меня Sedona Lace 217. Беру свою пудру, которая тут уже начинает заканчиваться. Это у меня Lumine Natural Code в оттенке ванилы 010. Нету ее, что-то сейчас в Ревгош разбирают очень быстро. И наношу ее только под глазки и на глазки. Когда-то давно искала я классные вежевые тени, которые будут идеально смотреться на веки, чтобы они не ложились хлопьями. Искала-искала, в итоге поняла, что лучше всего использовать для этого дела обычную пудру. И бюджетно, и универсально. Зачем вот это, знаете, переплачивать дважды, если у вас есть этот продукт дома. Провки свои корректировать я не буду, поскольку они у меня окрашены краской. Я их единственное, что уложу гелем для бровей от Artvisage, чтобы они никуда не делись. Точнее, не то, чтобы никуда не делись, а чтобы они не топорщились ни в какие стороны. Тем более, сейчас смотрю, у нас на улице так витерочек небольшой. Вот, чтобы они остались на мейсте, их надо закрепить. И мне для этого дела, конечно, Artvisage гель нравится. Я заходила недавно в Регош, смотрела на вот это вот средство, которое сейчас практически в каждом видео у блогеров, от Maybelline, как он там называется, броу-драма, да, окрашивающий гель для бровей. Зашла я его потестить. Но то, что кисточка там, а точнее вот эта щеточка по-дурацки сделана, это одно дело. Меня очень сильно, если честно, смутил запах. Я как только открыла этот продукт, я аж немножко ужаснулась, потому что он был настолько сильный, хотя, казалось бы, я даже к носу его не поднесла. И тут я поняла, что не сильно мне хочется пользоваться таким продуктом, допустим, каждый день, и ощущать этот запах каждое утро. Потому, если честно, я вот хотела его купить, признаюсь честно, но отказалась от этого варианта. Если когда-нибудь еще приспичит купить окрашивающий гель, посмотрю, что-нибудь неизменито. Так, а теперь мне захотелось провести эксперимент. У кого-то из девчонок я недавно в лайфхаках услышала такую интересную идею, совет, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, чтобы завивка ресниц была более эффективной, нужно келлер, вот этот вот завиватель, или глазово-колуповая теница, как ее некоторые называют, просто-напросто нагреть. И мне сейчас просто стало интересно, действительно, это будет работать более эффективно, хотя мне кажется, в принципе, вот этот келлер работает уже хорошо. В общем, давайте на одном глазике попробуем обычным способом мы их завьем. А на левый глазик, точнее, левый глазик, я буду подкручивать келлером, который уже предварительно нагрелся в обычной водичке тепленькой. Ну, не тепленькой, а такой горяченькой, скажем так. В общем, пока он будет сейчас там нагреваться, я сейчас нанесу свою любимую сиворотку. Ну, а далее я покажу вам то, что я открыла для себя, наверное, в прошлом уже году, я вам один из таких трюков показывала. Если у вас есть какая-то помадка, которая вот-вот скоро там срок годности у нее подойдет, или она там заканчивается, или вам просто цвет надоел, и на губах вам уже не нравится, как она смотрится, используйте эту помадку в качестве ромя, в качестве корректора, в качестве чего угодно, короче говоря. И, в общем, один из таких цветов у меня есть. Вот такая вот помадка от Artvisage, это у меня номер 516. Увидеть его нет. В общем, потрясающая помадка в плане нанесения ее на щечки. Она очень розовенькая, она очень светленькая, она безумно хорошо освежает лицо, и сейчас вы в этом сами убедитесь. В общем, наношу я вот такими вот... Так, надо ее поменьше сделать, чтобы она не сломалась. В общем, вот такими движениями я наношу. Все. Ребятки, на этом все. Понимаете? Нет, шучу, конечно. Растушевываем тем же самым спонжиком, просто вот таким вот образом. Немножко растушевываем границы, чтобы это все смотрелось более-менее натурально. Самое удивительное то, что никто абсолютно не может отличить помаду, вот эту, которую я наношу, от обычных румян. Все думают, что я наношу кремовые румяна, какие-нибудь от Bobbi Brown, потому что подобный оттенок есть. Но я как бы людям не мешаю думать. Так. Очень многие девчонки под в прошлом даже видео спрашивали, можно ли вообще помаду наносить на щеки, не будет ли она закупоривать поры и так далее. У меня лично ничего подобного не происходит. Самое главное, как мне кажется, не использовать стойкие, жирные помады, которые вот именно могут, мне кажется, закупорить поры. Если использовать очень легкие, увлажняющие текстуры, как таковой, например, является помадка от Artvisage, ничего подобного не будет. Но я думаю, вы видите разницу. Эта сторона выглядит просто щегарно. В общем, не знаю. Лично мне безумно нравится, как вот этот вот румянец смотрится на лице. Очень нежно, очень натурально. Мне кажется, на весну самое то. Как считаете? В общем, мне безумно нравится. Так, закрываем нашу помаду и сверху будем использовать коничный хейлейтер. Недавно у меня появилась потрясающая палеточка от H&M. Кстати говоря, одна из немногих реально классных палеток, потому что обычно H&M делает, ну, если честно, каку. Вот таким вот образом палеточка эта выглядит. Потрясающий румяна, потрясающий хайлайтер. Если что, вот они, румяна. Вот они, хайлайтер. Буду использовать я вот этот вот хайлайтер. Он потрясающе смотрится на щечках. Вы сейчас, я думаю, это оцените. Наношу я на верхнюю часть скул. Я знаю, что логичнее, конечно, было бы наносить сейчас кремовую текстуру, но поскольку кремового хайлайтера у меня нет. Точнее, есть, конечно, тот от Seventeen, по-моему. Но, по-моему, его нужно уже выбросить. Да. В общем, наношу вот такими вот движениями. Конечно же, немножко нанось на верхнюю губу, чтобы всё смотрелось свежо. Я думаю, вы уже должны заметить, как это красиво смотрится. Лично я уже вижу. И немножко набираю пальчиком и наношу во внутренние углы глаза, чтобы осветлить нашу зону, чтобы взгляд был более открытым. чтобы пимпочка наша была прям очень маленькой. Давайте, наверное, проверим наш кюллер. Наверняка он уже нагрелся. Ну, в общем-то, да. Так. Внимание. Смертельный трюк. Останутся ли у меня ресницы? Ну, по ощущениям всё так же. Да. Он влажный был. Блин. Так. Так. И чё? И чё? Вы разницу видите? Я нет. Короче говоря, походу, на мне этот трюк, по крайней мере, не работает. Завивает он точно так же ресницы, что и в холодном состоянии. Смысл тратить воду и нагревать для него чайник? Непонятно. Так, ну и теперь давайте с вами нанесём туши. Наверное, здесь должны быть аплодисменты, когда я буду назвать название своей новой туши, которую, в общем-то, можно считать действительно бюджетным аналогом туши Шанель. Да, девчонки, я нашла. И огромное спасибо всем, кто написал мне тогда в комментариях под видео. Без преувеличения, я скопировала название абсолютно каждой туши, прочитала про неё отзывы, пошла в магазин, смотрела их, сравнивала, юзала и так далее. И в итоге решил остановиться на туши, которая, в общем-то, набрала большее количество голосов, скажем так, под видео, то есть в комментариях, вы чаще всего её называли. На различных сервисах отзывов её просто нахваливали. Нахваливали, жуть как, но не купить уже было грех. К тому же в Литуале скидка 40% и, ну, стоила она очень-очень дёшево. В общем, это Volume Million Lashes So Couture от L'Oréal. Да, она, конечно, более-менее похожа. Щёточка, конечно, ну, не совсем такая, как у Шанель, но, по крайней мере, эффект она даёт очень похожий. И сейчас, я думаю, вы в этом убедитесь. Давайте, может, попробовать на один глаз нанести тушь L'Oréal на другой Шанель, чтобы вы видели разницу. То, что она очень хорошо разделяет реснички, у меня даже нету нареканий в этом плане. Ну, в общем-то, вот таким вот образом выглядит один слой L'Oréal. И сейчас я возьму свой пробничек от Шанель и покажу, как это смотрится на ресничках слева. И, в общем-то, вот так всё это дело выглядит. Видите разницу? Я нет. Но только разве что тушь от L'Oréal позволила мне лучше разделить реснички и как-то попроще мне накрасила она глазки, нежели тушь Шанель. В общем, вот такие дела. Так что, ребятки, официально заявляю, вот эти две туши абсолютно между собой не отличаются, только разве что L'Oréal получается в три, но даже в моём случае в четыре раза дешевле, нежели тушь от Шанель. Так что, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Всё-таки нашла я бюджетную тушь. Как я несказанно рада, если честно. Да. В общем, давайте уже заканчивать наш макияж. Болтушка я, конечно, ещё та. На губочки, свои губочки, спонжбобки на губочки, нам несу я помадку от Artvisage, также в номере 507. Вот таким вот образом она выглядит. Она именно такого вот ягодного, сочного оттенка. Потрясающе смотрится на губах. И, в общем-то, вот такой макияж у нас получился. Я надеюсь, он вам понравился. Как всегда, всем я желаю удачного дня. И пока-пока-пока.